У нас с вами 16 глава пророка Ихерскиэля. Я напоминаю, что я стараюсь все уроки посвятить памяти и возвышению души своей жены Любабад Михаэль, которая ушла из мира в прошедшем году, в 82-м году. И помогла мне, принципиально помогла мне сделать все комментарии, в том числе и комментарии к книге Ихерскиэля. Так что есть огромная заслуга ее в том, что мы с вами можем пробираться по этому труднейшему тексту. Начать я хотел с... В этой главе рассказывается об отношениях Всевышнего и сыновей Израиля, как и в отношениях мужа и жены. Дело очень сложное, тонкое, но некоторые пророки еще до Ихерскиэля пользовались этим образом. И почему пророк прибег к этому образу? И почему так расположены главы? Потому что, по всей видимости, в предыдущей главе, которую мы с вами учили, в 15 главе, где сыновья Израиля сравниваются с лозой, которая обливается вокруг дерева в лесу, вместо того, чтобы быть похожими на лозу, которая растет в винограднике, они стали похожими на лесную лозу, которая обливается вокруг дикого дерева. И вот дерево струбили, и лоза никуда не нужна, и она отброшена. Какой вывод может прийти? Что первое приходит в голову, что союз со Всевышним разорван. Вот лоза, счистили ее со ствола, сожгли, никуда она не нужна, и она исчезла. И, по всей видимости, союз со Всевышним разорван. Для того, чтобы не было такого впечатления, Ихискеэль дает образ связи между супругами. И даже когда, скажем, как в этой главе супруга изменяет мужу, то, скажем, она не может вернуться, она не может вернуться по закону, если женщина ушла, или была разведена, или изменила мужу, она не может вернуться к мужу. Здесь в духовном мире действуют несколько другие правила, и Всевышний как бы не соотносится с этой колохой, и он ждет возвращения, как бы ждет народа, который ему изменил. И это еще раз указывает на неразрывность союза, союз, который не может быть отменен, Всевышний его со стороны с той стороны не отменяет, и никто из сыновей Израиля не может разорвать этот союз, не может сказать, я не хочу соблюдать заповеди Торы. Он, конечно, может, но обязанность соблюдать заповеди Торы и обращаться ко Всевышнему с молитвой, и надеяться на него, все эти обязанности лежат на нем, он не может сбросить их с себя, хотя может заявить, я не хочу. Но его заявление, как бы с точки зрения Галахи, оно не имеет никакого значения в тот момент, когда он раскается, скажем, такой человек раскается, он может вернуться к своему народу, он может вернуться к соблюдению заповедей, никуда союз, или иными словами обязанность поддерживать связь со Всевышним, она никуда не делась. Вот так вот образ таких отношений между супругом и женой несколько не похожий на обычную Галаху. Вот под впечатлением этой главы я как-то написал стих, он не совсем, может быть, отражает полностью идеи Хискеля, но я вам его прочту все-таки для такого видения. «И сказал тебе, живи в крови твоей» – это слова из нашей главы. «Кто сказал, живи в твоей крови, и в погромах, в дыме из печей, кто сказал, душою не криви, и в глаза не прячат палачей, кто сказал, гори, но не сгорай, кто сказал, из пепла возродись, кто послал литой дорогой в рай, кто велел своей судьбой гордись, помнишь ли ты влагу дождевую, что пила на родине отцов, как же землю бросила живую и ушла дорогой мертвецов, и колеса смерти закрутились, унося в последний перегон, и в размытые дали растворились рельсы дым, охранники вагон. Но с небес к тебе пришло спасение, красный конь и ангел на коне, запах мирта, зелени, цветения той земли, что виделась во сне. Это поэзия, не совсем отражающая, опять же, идеи пророка, а мы вернемся к 16 главе. И мы вспомним с вами, что пророк, который пророчествовал в последний период, в самый последний период Десятикалетного царства, перед его разрушением, это пророк Ушея. И он, может быть, первый, вот так в открытую, сказал в отношениях Всевышнего и еврейского народа, сравнил их с отношением между мужем и женой. У него есть, мы помним с вами, что неожиданно книга Ушея начинается такими словами обращением к пророку, пойди, возьми себе женщину развратную. Иногда жизнь пророка, сам пророк становится образом или сам становится пророчеством. И вот на примере таких отношений с развратной женщиной, которой трудно доверять и которую Ушея не хочет, Ушея тем не менее не хочет выгнать, потому что привязан к ней. На примере таких отношений показывается связь Всевышнего с народом. Говорят, что это повеление, неожиданное повеление, которое дается в начале книги Ушея, оно было дано пророку, потому что он предъявлял претензии ко Всевышнему и говорил, ну зачем тебе 10 колен? Зачем тебе нужен этот народ? Возьми, поменяй его на другой народ. И для того, чтобы показать, что связи с еврейским народом у Всевышнего неформальны, не просто я тебе и ты мне, а есть глубинные связи, когда любовь, она, скажем, превышает рациональные соображения. Есть, так можно сказать, даже и у Всевышнего. Для этого Ушея, для этого Всевышний сказал, Ушея, возьми себе развратную женщину и посмотрим, как ты ее сможешь выгнать, когда тебе надоест ее поведение. Ну, я посмотрю, как ты сможешь ее выгнать. Это начало книги Ушея. И в книге Ушея говорится та фраза, которую мы постоянно повторяем каждый день, когда накладываем тфелин, вырастихли леолам, и обручусь я с тобой, наверное, так можно сказать, на веки, и обручусь справедливостью, и судом, и милостью, и, скажем, жалостью, и обручусь верой, и обручусь знаниям Бога. То есть я обручусь, когда у тебя будут эти качества. Обычно мы знаем, что при Иерусин, или, точнее говоря, при Кедушин, мужчина дает женщине подарок, как правило, это кольцо, здесь ситуация несколько другая. Всевышний говорит, я хочу от тебя подарок, и этот подарок – это стремление справедливости, судом, милости, жалости такой к слабым, и этим я обручусь и верой твоей, и знанием Бога. Тогда в Кедушин говорится, что есть ситуация, когда женщина может дать подарок, то есть в том случае, если человек важный, царь, например, то женщина может дать подарок, потому что ей приятно, если царь принимает у нее подарок. Таким образом она получает. Но это в скобках, скажем, а здесь нам важно как бы этот образ и то, что Всевышний ждет от своего народа для того, чтобы союз, который, в общем-то, нельзя разорвать, стал действительным, явным. Эти моменты он ждет веру и знание Бога. Это как бы в качестве видения, для того, чтобы понять связь с другими пророками. В пророке Ижаялу есть похожие моменты. Мы возвращаемся к нашей главе. И было слово Богу ко мне, чтобы сказать, сын человека, сообщи Рушала ему о мерзостях его. Мы здесь как бы не увидим конкретных мерзостей, а мы увидим вот такую боль как бы Всевышнего из-за того, что народ, в который он столько, скажем, вложил на протяжении истории, всегда предавал его и вот наконец дошел до такого момента, когда невозможно больше поддерживать существование этого народа. И тем не менее, Всевышний хотел бы его спасти еще раз. И скажи так, так сказал в общей силе Иерушала ему, корни твои, рождение твое, в земле Канаа, отец твой Мари, а мать твоя Хити. Как можно так сказать? Скажем, хорошо, Иерушала им образ мудрости Торы и служения Всевышнему как бы лучшей квинтэзенции народа, и вдруг говорится, что корень твоей рождения твое в земле Канаа. Ну, как же так? Разве мудрости Торы взяли что-то из земли Канаа, взяли обычаи, понятия, которые были в земле Канаа? Всевышний говорит, да, что вы... Главная проблема в том, или, скажем, проблема началась еще тогда, еще в эпоху судей, когда вы не смогли отделиться от народов, и вы... от народов окружающих вас, вам было велено изгнать их именно для того, чтобы они не оказывали на вас влияние, вам было запрещено заключать с ними союзы, чтобы они не оказывали на вас влияние, вы это не сделали, и вы усвоили, еще в эпоху судей, вы усвоили все понятия народов мира, и в какой-то степени можно сказать, что... сказать, что они ваши родители, духовные родители. Вы похожи на наимури и похожи на нахити своими привычками, своими понятиями, своим отношением к жизни, то, что вы... и вы похожи на них, как будто они вас родили. И вот рождение твое, день рождения твоего не была отрезана пуповина у тебя, и водой не была омыта ты для очищения, и солью не была посыпана, и запеленать тебя не запеленали. но всевышний сравнивает, говорит, что вы как бы, несмотря на то, что как бы вы рождены народами, народами мира, да, я вас все равно нашел, я вас подобрал и всегда подбирал, да, и у народов мира, народов мира такая привычка, то есть привычка, обычай, который был в древнем мире, что к детям относились как к имуществу, и ребенка, который был не нужен, его просто выбрасывали, и это чаще всего было с девочками, да, просто выбрасывали где-нибудь на дороге, вот, и всевышний дает такой, такой образ, да, вы, как бы, да, рожденные народами мира, со всеми вашими качествами, которые у вас есть, вы похожи на порождение народов мира, но вы никому не нужны, от вас все отказались и всегда отказывались, отворачивались, да, и вы похожи на ребенка, которого выбросили, бросили, и он покинет, да, вот, вот рождение твое, в день рождения твоего не была отрезана пуповина у тебя, да, и водой не была омыта, ты для очищения и солью не была посыпана, и запелена тебя не запеленали. Ну, кроме того, что, там дается очень тяжелый, как бы, такой образ выброшенного ребенка, кроме того, здесь указание на то, что сыновья Израиля всегда были привязаны к народам мира. Вот они и их порождение, и они их и порождение, и и пуповина не отрезана, то, что указывает на связь с народами мира, и водой не была омыта, не была очищена от той нечистоты, которая от нечистоты до упаконства и неверных представлений, вот, и солью не была посыпана, солью посыпали для того, чтобы дурной глаз как бы не был на ребенке, возможно, что и как антисептика как бы она в свой работала, вот, но, скажем, это то, что было в древнем мире, ребенка часто посыпали солью, да, и запеленать тебя не запеленали, ничей глаз не пожалел тебя, чтобы сделать тебе хоть что-то одно из этого и сострадания к тебе, и была ты брошена в поле в нечистоте твоих в день рождения твоего, и вейский народ похож на с одной стороны, да, он из-за того, что он связан с народами, он как его порождение, с другой стороны, он оказывается никому не нужным, оказывается отторнутым, это обычная судьба сыновей Израиля в восстанании, не случайно эти строки взяты в агаду, то есть с одной стороны, плоть от плоти от народа, с другой стороны, чувствуется, что сыновья Израиля совершенно совершенно другие, они оказываются ненужными, и они оказываются отторнутыми, брошенными, и, в общем-то, обреченными на погибель, если Всевышний их как бы не подберет, не позаботится о них, то не позаботился бы о них, то они бы погибли. Это общий такой образ, не только, скажем, периоды эпохи судей, борьбы с народами и обязанности отделиться от них и, скажем, неудачно нестолненные это обязанности. Это образ отношений еврейского народа и всех других народов. С одной стороны, порождение усваивает всю культуру, как Медраж Раба говорит об исходе из Египта, на что похоже исход из Египта, как корова должна была родить и пастух, я прошу прощения за подробности, как бы он засунул глубоко руку для того, чтобы вытащить теленка. Понятно, что коровы это Египет, теленок это сыновья Израиля, и они по своей природе как бы похожи на египтян. Они усвоили их обычаи, они усвоили их понятия, и только Всевышний, как мы знаем, может, если так можно сказать, отличить сыновей Израиля от египтян. Мы помним, что Песах это Всевышний проходит через Египет и переступает через дома сыновей Израиля, переступает нам, чтобы не поразить их, и поражает дома египтян. И он держит за руку ангела смерти. Всевышний не мог как образ представляем себе отпустить ангела смерти для того, чтобы он поразил Египет один, потому что он бы не различил ангела на своем уровне, он бы не различил между египтянами и египтянами израиля, которые жили дом к дому, и кто-то был рабами, кто-то занимал высокие должности, у кого-то у самого были рабы, но главное культура Египта, привычки египтяных и представления о мире глубоко проникли в среду сыновей Израиля, и вот теперь их нужно было отделить. Мы понимаем, что с одной стороны они как бы плоть от египтян, с другой стороны, сами же египтяне их отбрасывают, потому что они чувствуют, ощущают что-то иное в душе основе Израиля, то, что может быть не проявилось и является только потенциалом, и вот этот потенциал, связанный с глубинными качествами души, как бы может разобрать только Всевышний, даже ангел не способен это увидеть. И мы с вами здесь как бы этот образ дается. То есть с одной стороны снобья Израиля плоть от плоти от народов, а с другой стороны они отторгаются снобья Израиля, выбрасывают и не проявляют к ним никакой жалости. И вот Всевышний говорит, проходил я рядом с тобой и увидел тебя брошенную в крови твоей, сказал я тебе в крови твоей живи и сказал я тебе в крови твоей живи. И вот это очень интересная фраза, может быть, ключевая в этой главе, и нам надо ее с вами себе представить. первое, первое, что приходит в голову какая-то в общем-то жестокая посылка живи в крови живи в крови твоей. То есть что значит будь всегда ранен и всегда истекай кровью и вот только боль она тебе даст только жизнь, опасность для жизни, она даст тебе ощущение жизни, что-то такое, все это неверно совершенно. Вот здесь идет здесь речь идет не о крови раны, а о крови раны, а о крови рождения. То, что на этой девочке кровь рождения. И что это за кровь рождения? Ни один из мудрецов не говорит о том, что это речь о физических страданиях и опасности для жизни. Это кровь, если так можно сказать, кровь отторжения, кровь момента отторжения, кровь, которая связана с болью рождения, с болью рождения, как для ребенка, так и для матери. Что это означает, как это можно перевести на какой-то такой образ, приемленный, жизненный образ. вот два только два мудреца, насколько мне известно, близки к нашему поколению, они соотнеслись с этой фразой и вот в таком плане, как мы сказали с вами, боль, кровь рождения, кровь, связанная с болью отторжения. Во-первых, Раби Тайхтель, он говорит о том, что сыновья Израиля, находясь в Галуте, не только в Египте, Египет, это как бы корень всех изгнаний и даже, может быть, как образ других изгнаний, не только в Египте, но и во всех других изгнаниях сыновья Израиля срастаются с, скажем, с окружающим народом и отдают ему все свои силы, стараясь быть и похожими на окружающих, и быть полезными им, и быть такими же, как окружающие. И здесь действует как бы непреложный закон. В какой-то момент тот народ, в котором находятся сыновья Израиля, они начинают его отторгать, так, как это было в Египте. И причина этого отторжения, она совершенно непонятна, она не лежит на каком-то рациональном уровне. Как сказано про египтян, и маякунцы, мы не Исраэль, им опротивили сыновья Израиля. Что опротивили? Что они им сделали? Опротивили, душа не принимает. И началось отторжение. Это, скажем, как бы кровь рождения. Теперь в нашем пророчески еврейский народ, это, скажем, это горечь отторжения. Горькая зелень, которую едят в пасхальный вечер, она также является символом свободы, не символом порабощения, а символом свободы, символом освобождения. Потому что пасхальный вечер нету символов порабощения, не только как-то символов порабощения. А в этой горькой зелени есть символ свободы. В чем свобода? Именно в горечи. То, что сыновья Израиля начинают понимать, что все их усилия приложены для того, чтобы слиться с окружающим народом, для того, чтобы развить его культуру, науку и технику, экономику, все это было напрасно. Это не создало никакой связи, не родило никакой благодарности. Это только усилило отторжение. Отторжение их отторжения или отторжение от них окружающего народа. И это непреложный закон. Это очень горько и это очень больно. Это нужно осознать и нужно пережить. Как же так, когда я вложил все свои силы, всю свою жизнь, вложил в работу на благо народа, и вдруг этот народ совершенно не принимает меня. это горечь осознание. Это горечь не просто как горько и обидно. Это горечь осознания того, что я другой, того, что я здесь не на месте, что мое место совсем в другом месте на земле, а не здесь. это объяснение Раби Тайхтеля. Он пишет подробно, насколько его поколение, поколение Второй мировой войны или поколение, которое жило во Второй мировой войне, которое жило доктором Ровен во время Второй мировой войны, насколько они срослись с народами в изгнании. И он говорит о том, что смысл всех этих страданий Второй мировой войны, я не думаю, что это просто сказать, но он человек, который сам жил во время катастрофы, который погиб в Венгрии, в при уничтожении еврейства, венгерского еврейства, я думаю, что у него есть это право сказать, что смысл катастрофы в том, чтобы психологически цинамия Израиля отторгались от окружающих народов. Похожим образом к этим срокам относятся и эра в цвине иуда. Он говорит о том, что катастрофа это не наказание, как бы не следует искать тут, кто виноват, а кто не виноват. Катастрофа положила конец Галуту изгнанию. После катастрофы изгнания, как некоторая, скажем, посылка теоретическая, оно совершенно не существует. Изгнание не существует. Невозможно сказать, что изгнание продолжается. Невозможно сказать, что в изгнании есть какие-то плюсы. Невозможно сказать, что нужно еще чего-то ждать. И он сравнивает катастрофу с хирургической операцией отделения сыновей Израиля от народов мира. Мне представляется, что этот образ очень важный и правильное его понимание тоже очень важное. Что в крови твоей живи. Мы можем представить себе, что человека все время бьют, у него кровавые потеки, и вот он иначе не может, потому что его только перестали бить, и он сразу вернется к своим грехам. Совершенно неверное представление, абсолютно неверное представление. Опять же, хочется подчеркнуть еще и еще раз, что речь идет о крови рождения, которое свидетельствует о боли отделениях, боли отделения от других народов, как в Египте в первом знании, так и во всех остальных последующих знаниях, которые бы мы не взяли, не посмотрели бы на протяжении нашей истории, будь то Вавилон, как мы можем себе легко представить по книге Эстер, насколько болезненным было это отделение для сыновей Израиля, многих которых и ассимилировались в Персии, или это период эллинизма, как сила, которая властвует над сыновьями Израиля, некоторые изгнания, которые не закончились, наверное, но ключевым моментом этого периода было восстание Хашманаев, безусловно, тоже очень, скажем, болезненно, психологически связанное с осознанием своей осозненности, своей избранности, как говорится в Торе, аамли, водат, народ, который сидит один, отдельно, и любое, скажем, движение с другими народами, попытка отдать им свои силы, она приводит к тому, что за этим следует болезненное отделение от этих народов. И это Всевышний говорит, он видит эту девочку, которую Всевышний путник, скажем, увидит эту девочку, он проходит мимо, и он говорит ей, как благословение, в крови твоей живи, вот пусть эта кровь отделения, она даст тебе жизнь. Это кровь, которая указывает на болезненное отделение, она тебе даст жизнь, эта кровь будет толчком для твоей дальнейшей жизни. Вот и не случайно повторяется два раза, потому что это указывает на не какое-то одноразовое явление, а на целый процесс длительный, который может продолжаться на протяжении всей истории. силу множится, как растение полевому дал я тебе путник, который проходил и увидел девочку, он оказался как бы непростым путником, у него есть сила дать благословение, сила роста, сила размножения, и говорит, что скажем, будь после изгнания народ, который возвращается на родину, он всегда малочисленен, и вот я дал силу тебе расти, как растению полевому плодиться, размножаться, но мы понимаем, что растение полевое, оно не дает плодов, оно низко стелется в земле, это еще как бы нету здесь высокого духовного уровня, абсолютно духовного, и выросла ты, и возрастела, и вошла в возраст, когда украшают себя украшениями, оформилась грудь твоя, и волосы твои отросли, а ты нога и не прикрыта, здесь как бы все происходит очень быстро, маленькая девочка вырастает, становится взрослой, достигает возраста, когда она может вступить в брачный союз, и речь идет об исходе из Египта, или, как мы можем сказать, о повторяющейся истории исхода из изгнания, когда сыновья Израиля, будучи оттожены другим народом и подобраны Всевышним, получив силы от Всевышнего, начинают возвращаться в землю Израиля, и взросление и способность вступить в брак, это указывает, скажем, на способность установить связь, высокую связь народа со Всевышним, которая прежде всего при исходе из Египта выразилась в даровании Торы, а при исходе из других изгнаний выразилась возвращение Торы к народу и не просто возвращение Тора к народу, каждый раз на новом уровне, на уровне нового осознания Торы. И проходил я рядом с тобой и увидел тебя, и вот время твое, время любви, и простер, и окрыло мое над тобой, и прикрыл ноготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобой, Слово Бога Всесильного, и ты стала моею. Мы понимаем, что момент брака, момент хупы, дарование Тору Гарасинай всегда сравнивается с хупой, с браком. И делание, скажем, речь идет об усыновлении, о взаимопонимании, о взаимной привязанности, о способности понять друг друга, о способности жить вместе, это раскрывается и устанавливается, и утверждается в момент дарования Торы. Действительно, при исходе из Египта еще нету полного понимания, нету полного понимания Всевышнего, а в момент дарования Торы звучит с горы Сина я Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, и понятно, что само к себе звучание голоса, оно дает понять, осмыслить то, что люди слышат от Всевышнего, они слышат это я Бог твой, и возвышаются до такой степени, что они могут установить союз со Всевышним на основе глубокого понимания, кто есть Всевышний, и желание идти с Ним, и идти с Ним, соблюдать Его закон, и сделать так, чтобы через них распространялось божественное присутствие в мире. Все эти моменты, они как бы похожи на заключение брачного союза, но главное, опять же, это понимание, можно сказать, взаимное понимание, но трудно представить себе, что Всевышний никогда не понимал народ, так что лучше говорить о понимании народа, о понимании народа, кто такой, Всевышний и понимании своей роли и понимании своей обязанности. Мы понимаем, что пророки, они перекликаются друг с другом, и у Еремияву, он еще, наверное, раньше Ескееля, то есть не наверное, а точно раньше Ескееля произнес слова, которые сравнивают исход из Египта с тем, как невеста идет за женихом с полной уверенностью в женихе, куда бы он ее не повел, с полной привязанностью к нему, и вот это строчки из второй главы Еремияву, я помню о привязанности твоей ко мне в юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестой, когда пошла за мной по пустыне и по земле незасеянной. И еще раз можно здесь напомнить себе, что образ такой, что есть брошенная девочка, путник проходит мимо, он дает ей благословение и вдруг начинает процессы в этой мухароческой картине развиваться очень быстро, она начинает расти и превращается в невесту, и путник заключает с ней брак. И то, что за этим стоит, это указание на отторжение народов мира сыновей Израиля, которые попадают в Ислание, и каждый раз, скажем, это отторжение приводит к исходу, и вслед за исходом происходит так или иначе происходит дарование туры, потому что мы знаем, что исход из Уилона он также по-своему на своем уровне, можно было это разобрать отдельно, но это отдельная история, на своем уровне как бы похоже, что это дарование торы, еще раз, заново, немножко по-другому, но как-то, но тем не менее это дарование торы, раскрытие ее новых уровней. «И омыл я тебя водой и смыл кровь пою с тебя и умастил тебя маслом лаководным». Поскольку девушка, поскольку маленькая девочка брошенная, которая была в крови, она выросла очень быстро, то на невесте осталась еще кровь рождения, и Вседышний говорит, что смыл с нее эти следы крови, удалил всякие следы привязанности к другим народам, устранил саму память об этом тяжелом отторжении от народов. «Я делаю тебя в ткань расшитую, я вну тебя в сандалии и шкуры тахаша и опоясла тебя бессоном и закутал тебя в шелка». Здесь говорится о создании мешкана в пустыне и также об строительстве храма, когда пришли в землю Израиля, нашла мост строительства храма и о восстановлении храма после возвращения из Вавилонского плена. «И украсил я тебя украшениями, одел браслеты на руки твои, и ожерелье на шею твою». Украсил тебя украшениями, вся речь идет о духовных понятиях. «Одел браслеты на руки твои, это дал тебе заповеди». поскольку руки действуют, они делают, и вдруг мы видим на них браслеты, может быть, можно представить, что они со именем Всевышнего, может быть, просто это браслеты, которые не просто драгоценные металлы, драгоценные камни, они указывают на связь с духовным миром. То есть, руки не просто совершают действия, а они делают, они исполняют заповеди, их действия, это материальные действия, но они связаны с духовным миром. «Я ожерелье на шею твою», то есть, «Я тебе дал Тору», как учение и способность говорить слова тоже, рассказывайте о них, объясняйте Тору другим народам. Это ожерелье, которое на шее не корона. Саму Тору можно было сравнить с короной, может быть, эта корона, она и присутствует здесь, но не о ней идет речь, речь идет об ожерелье, которое на шее, там и откуда, скажем, там, где голосовые связки, и это ожерелье, оно также указывает на привязанность к духовному миру. Нам вообще, скажем, красота в данном случае, украшения, они указывают на привязанность духовному миру. Я напомню, может быть, мы с вами говорили, что, скажем, чтобы не вдаваться там, скажем, подробно в разные понятия, мы скажем так, что слово «яфе» на иврите, оно как бы состоит из двух слов. «Ешпе» – «есть уста». Что значит «есть уста»? Это что-то говорит. То есть красота для красота на языке иврит, это означает, что за, скажем, материальным предметом, за материальным объектом, а может быть, не только за материальным объектом, скрывается что-то духовное, и человек начинает ощущать эту духовность. Возможно, можно также сказать и о человеке, человек красив в том случае, когда за, скажем, за ним, за его поведением и даже за его внешностью ощущается некоторая высокая духовность. Это есть настоящая красота. И поэтому здесь связь духовного мира с еврейским народом или связь еврейского народа со шхеной и со всевышним они представляются как некрасивые украшения. Руки красивы, потому что они совершают духовные действия, шея красива, потому что голосом передается учение всевышнего. И дал кольцо для носа твоего, и серги для ушей твоих, и возложил венец прекрасный на голову твою. Венец прекрасный на голову твою, как бы в конце, но мы понимаем, что это Тора, это высокая духовность, которая присуща еврейскому народу. Сергий для ушей, мы можем представить себе эту способность слушать и воспринимать слова слова Торы. Можно было сказать, что надо было сначала сказать о серьгах, а потом об ожерелье. У меня нет ответа на этот вопрос, почему ожерелье стоит раньше Сереги, Сережек, Серегей, не знаю, как сказать, обновлюсь, Серег, может быть, по-русски. Нет у меня этого ответа, но в любом случае образ довольно четкий. Уши, способность воспринимать духовные учения, кольцо, венец указывает на знания Торы, на высокие знания Торы, которые как бы выше головы, выше понимания и тем не менее не отделены от человека. Это божественное мучение, которое выше понимания и в то же время связано с человеком, не где-то летает над ним. Это его венец, кольцо для носа, это свойство души, скажем, дал тебе высокие свойства души или помог тебе разбить высокие свойства души. Мы знаем, что нос это дыхание, дыхание ближе всего к душе, и кольцо здесь указывает на высокие качества души. Опять же, мне трудно сказать, почему здесь такой порядок, порядок указания на высокую духовность. дыхание, да, это все, что дал Всевышний, да, это стало и украсилось золотом, серебром, одежды твои весоны, шелк и ткань узорчатая, и хлеб из тонкой пшеничной муки, меда, масла, оливковое, ела ты, и стала красива очень, и стала ты достойна царства. Здесь речь идет о служении в храме, о создании храма и о служении в нем. Возможно, что мы, давайте мы поговорим об этом следующий раз, чтобы нам как бы не помкать эти образы, поговорим о золоте, о серебре, о весоне и шелке, вот, и понятно, что, когда говорится, что ты ела хлеб из тонкой муки, это образ, да, вот, ты не то, что ела хлеб из тонкой муки, а ты приносила хлеба, 12 хлебов в храм каждую субботу для того, чтобы разложить их на 12 столах, которые есть в храме. Вот, то, что можно здесь подчеркнуть, что мы видим, что образы очень сложные, говорить о них очень сложно, но, на мой взгляд, совершенно необходимо как бы, по крайней мере, соотнестись с ними, по крайней мере, выработать какое-то правильное направление, да, правильное направление понимания этих образов, вот, представить себе и нашу литературу, и, если так можно сказать, пророческие тексты, одно соприкосновение с ними, оно очень-очень много дает правку, как я, может быть, несколько раз говорил, я напоминаю, он говорит о том, что соприкосновение с пророческими текстами, оно само по себе возвышает человека, тем более, если человек совершает попытку, как мы с вами, понять, проникнуть в эти образы, кроме того, на мой взгляд, это просто очень-очень красиво, это свое, какое-то своего рода искусство, которое выше, может быть, и изобразительного искусства, и поэзии, не представляется таким образом. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, я готов ответить. Я сейчас умеру текст и сделаю так, чтобы у меня на экране были все видны. Пожалуйста, если что-то хочется спросить, обсудить, добавить, то, пожалуйста, давайте мы попробуем с вами. Я хотела, может быть, предложить про жерелье. Может быть, это намек на способность человека поговорить с Богом, обращаться к нему с молитвой, и тогда порядок обязательно не лагит. Тогда порядок как бы выстраивается. Окей. Очень даже готов принять сходу. Очень хорошо. То есть ожерелье это ожерелье это молитва, это обращение к Богу, силы обратиться. Я говорю, что ожерелье это сила молитвы, как вы говорите, способность обратиться ко Всевышнему со словами. Замечательно. Я как бы сходу понимаю. Кавзея, пожалуйста. Образы в крови своей жизни никак не связаны с кровью обрезания? Не связаны с кровью обрезания. Связаны. Вот. Есть медраж. Вы совершенно правильно говорите, что есть медраж, который, соотнося эту картину с исходом языки, то он говорит, что в крови твоей живи, в крови домайхаи. Домайх здесь во множественном числе в кровях твоих живи. Если так можно, по-русски так нельзя сказать, но условно в кровях твоих живи, и это множественное число указывает на кровь обрезания и на кровь пасхальной жертвы. И вы совершенно правы здесь. Просто мы взяли как бы общий образ, а можно, скажем, его детализировать или несколько более конкретизировать, как вы напоминаете, предлагаете, что мы Песах скажем, сам праздник Песах пасхальная жертва, скажем, она связана с напоминанием о том, что мы отделились от других народов. Помним, что скажем, по крайней мере образ такой дается в Торе, что исход происходит в месяц словно, когда египтяне считали, что Аштарта воплощается в одном из ягнят в Молоднике, неизвестно, в ком она там придет и воплотится. Аштарта это богиня рождения, служение, которое было связано с развратом, с отвратительными действиями. Вот они верили, что она приходит в этот период, когда скот размножается, приходит через одного из ягнят, и поэтому они в этом месяце не ели молодняк, чтобы случайно не съесть свою богиню, они не ели молодняк. И, как мы помним, сыновьям Израиля было велено взять ягненка или козленка и привезти его через Египет и привезти домой и зажарить целиком, чтобы было видно, что они жарят. именно в тот месяц, когда не едят молодняк. Таким образом, сама пасхальная жертва, она принимает, скажем, ее образ это отделение от чужого народа, от его понятий, от его культуры. и мы помним с вами, что перед тем, как есть пасхальную жертву, сыновья Израиля сделали обрезание, и та кровь, которой они помазали косяки своих вееков, говорят по-русски, это кровь и пасхальной жертвы, и кровь обрезания вместе, то есть обрезание здесь также имеет значение, имеет смысл как отделение от народа, как бы заключение союза со Всевышним, но если пасхальная жертва это отделение от понятия, представлений идолопоклонников, то скажем обрезание оно как бы указывает на такое внутреннее отделение, что человек становится другим по своим качествам души, он воздышается, у него появляется как бы дополнительный уровень души, и в этом плане он отделяется от другого народа, то есть пасхальная жертва более внешняя, обрезание более внутреннее, и я очень благодарен вам, что вы напомнили об этом, потому что конечно надо было бы сказать об этом, я пошел за общим образом, но этот митраж, он конечно важен, и он позволяет понять лучше образ этот отделение от народа. В этом контексте можно спросить все. Я просто напомню, что мы повторяем эту строчку, когда делаем обрезание. Да, мы повторяем эту строчку, когда мы делаем обрезание. обрезание напомню обрезание, и владение МРЦСРАЭЛЬ. Пожалуйста, почему у вас возникла такая мысль? Обычно об этом не говорят, но я несколько раз писал об этом. скажем, обрезание обрезание дается заповедь обрезания дается Аврааму как вместе одновременно с обещанием земли Израиля. И мы помним с вами, что конечно у обрезания может быть есть и общий какой-то глобальный смысл и смысл отделения других народов и внутренний смысл внутренней перестройки души, но главным его образом все-таки обрезанием является связь землей Израиля. И не случайно после того, как сыновья Израиля отказались войти в землю Израиля, они на протяжении 40 лет не делали обрезания и на протяжении 40-38 лет не было Песоха, не приносили пасхальную жертву, потому потому что какой смысл отделяться от другого народа выходить из Египта если не вошли в землю Израиля и когда вошли в землю Израиля накануне Песоха то первое действие которое сделали это обрезание обрезание которое сказано что оно было сделано второй раз и даже те люди которые отдельные люди которые делали обрезание в пустыне они повторили обрезание еще раз на земле Израиля и для того чтобы подчеркнуть эту связь с землей для обрезания для всего народа было вещество сделать обрезание каменными кривневыми мечами те крайние плоти которые сложили вместе с этими кривневыми ножами мечами ножами сыновья Израиля в Гелгале образовали горку которая называлась Гевата Аралот горка крайних плотей и не просто как горка а как символ союза союза с Богом какой смысл союза с Богом в отношении земли Израиля за пределами земли Израиля это влияние новый уровень души и так далее хотя тоже непонятно какой новый уровень души можно получить в изнании но об этом можно говорить отдельно об земле Израиля обрезание обретает совершенно другой рисунок если так можно сказать обрезание превращается в крайнюю плоть закапывает землю и обрезание получает такой образ что это клятва что я здесь здесь родятся мои дети и я здесь умру я буду закопан в эту землю я отсюда никуда я и мое потомство мы здесь это тот образ обрезания как бы в таком несколько упрощенном его интерпретации то что его связь обрезания с союзом на основе земли с обещанием земли вот это то что можно сказать актуально сейчас поскольку арабы тоже делают обрезание и в том же самом их искели народы которые формально обрезаны они называются необрезаны ну какое это обрезание скажите мне пожалуйста они же не они же не исполняют заповедь обрезания это не является для них заповедь обрезания традиции в лучшем случае заповедь она сама по себе является духовным действием она она возвышает человека она укрепляет его связь с землей она дает ему новое новое понимание правда взор говорится что в главе Вейера по-моему говорится что сыновьям Ишмаэля земля Израиля была дана на 1300 лет заслугу того что они в 13 лет делают делают обрезание это посылка книги Зоуру но в любом случае это какая-то заслуга перед Всевышним я не знаю мне трудно сказать но это не является заповедью и невозможно называть их обрезанными так же как человека который сделал обрезание по медицинским соображениям невозможно называть человеком обрезанным в том смысле что заключившим союз со Всевышним то что касается арабов то что сколько их можем заметить то начало арабской инспансии это в 648 году они были в Иерушалайме начало арабской инспансии в 628 год это вера в 648 году они были в Иерушалайме так что в 1948 году их заслуги закончились и только скажем наши какие-то соображения дают им силы оставаться в земле Израиля и владеть храмой дорогой это то что окей окей ладно что-то хочется еще спросить только что меня накануне выборов не не обвинили в пропаганде скажут что я скажут что я за Бен Гвира и все такое я не думаю что это плохо но какая связь вообще с Бен Гвира людей поднимается нам угору значение придает то что время арабов закончилось по книге Зоа в любом случае интересно что они уже не делают в 13 лет они уже перешли делать так же как евреи но не обязательно восьмой но когда ребенок рождается рано потому что они поняли что это с медицинской точки зрения со всех стороны удобнее понятно и многие делают обрезание ритрейцы тоже делают короче это исламский реформизм начинается исламский реформизм начинается нет для них так уж важно 13 лет опять шутка не обязательно отвечать ну я просто знаю у меня зять Моэль так что я некоторые вещи там с этой точкой зрения работать ладно я надеюсь что мы с вами как-то продвинулись и книга очень трудная но невозможно с ней не соотнестись и хотя бы какое-то понимание понимание о том о чем идет речь в книге какое-то понимание образов пророческих даже пусть на каком-то элементарном уровне представляется очень-очень важным и я уже с нетерпением жду следующей встречи с вами чтобы продолжить эту главу и пойти дальше всего самого доброго надеюсь до встречи через неделю спасибо спасибо большое спасибо большое большое спасибо всем до свидания я закрываю спасибо спасибо спасибо